Это христиане. Ну он умер в 552-м. А ну еще не было, он в 17-м. В 532-м или 552-м. В 17-м еще не было? Нет, еще не родился Мухаммед. Он прям до рождения Мухаммеда. Вот он умер, там Мухаммед родился. Ну там Мухаммед в 552-м. Он умер в 550-м, 552-м. А Мухаммед родился в 570-м. Ну тут они начали, да? Нет, они еще не начали. Он только начал перед сам кончиной своей. Ему лет 40 было, когда все началось. С мировым принимаем. Милости просим. Брат, а ты за Весткова-то начал, поймешь откуда все эти протестанты. А я ему сказал. Ну да, и когда ты начнешь, ну я вот начал. И вот когда ты начнешь читать все эти вот рассказы, оно открывается потом. Потом там вот это, как он называется-то, ты знаешь хорошо. Сейчас. Это путешествие архи... А, на краю севера. На краю севера, да. Это мы с тобой уже проходили. Ну да. Сколько, сколько. Как он там чукчей этих обращал, и сказал, бачка, бачка, они его называли, бачка, бачка. И он там это вот, принес ему медвежью лапу, шапку, короче, он простыл там уже, есть нечего. А пост идет, он ему медвежью лапу принес, наварили ее. Он их сидит, хлевает, этот пудет. Мне там еще понравилось. Кается еще. Мне молитва его очень сильно понравилась, детская такая. Они к чуче попали в курку, там замело их. И к чуче, чтобы нам не замерз, давай под шубу залезем, бляд, и лицом к лицу. А от него воняет. А они же и морятся. И он на такой епископ, говорит, я, взмолился в господь, ну как же твое творение, говорит, воняет. Его надо начитать. Вот чапку сидим. Он начитал. Где начитал? Вот он. А кто начитывал? В ютубе. Там профессиональный. Лицков? Да, вообще. Ну, может быть, кто-то профессиональный начинал. Неужели весь Лицков начитал? Много очень, мне прям выскакивает. Я одного прочитала, а на следующий раз. Нет, про Лицкова я видел, видел. Только не знаю, какие именно. Они разными голосами, то есть на разных начитках. Ну, наши это начитки, не то. Нашего. Ну, там Лицков, его весело. Кто будет начитывать, тот столько будет рассказывать. Я когда прочитал только, я, да это очарованно. Ну, тоже есть что рассказать, но это нет. А вот, если ты будешь, это, там, на ножах, потом там, дворянское гнездо, вот эти, которые никто не читает, потому что одно только название, да зачем мне это надо? Там вот, как становление революционеров, как вот это воспитание детей, вот, как религия влияет на воспитание. Он уже все написал у Лицкова. Почему? Попы ненавидят его, потому что он там, священников показывает неприглядном виде. Они ничего тогда не делали, а сейчас вообще дармоеды. Тогда-то они хоть нищие жили, там, с голоду помирали детишки, они там ходили с протянутой рукой. И тогда до десяти на дело не дошло. А им бы давали десятину. Если бы они занимались своим делом. То есть, в уши людей, ну, а потом на сердце придет, вкладывали бы Слово Божие. Но, как сами были обращены, непонятно как, так и все у них. Чем сами наполнены. Да, чем были наполнены. Тут я как раз сейчас начитываю, Кирилла да Патриарха, у них одно и то же все. Они, храмы, храмы, Игнатий Иванович им опять одно и то же. Кириллушка там, да Патриаршушка там. Ну, где же Слово Божие-то? Ну, что же у вас все через храмы, нету о Слове Божьем. Если скажут о Слове Божьем в какое-то там местописание, оно, ну, никуда не относящееся. Можно было и да вообще не говорить даже его. А то вот, по апостолу Павлу, там умничают. Ну, и что сказал, и что толку, ничего не понятно. Ничего, тема, мысль, Вот вчера мы сравнили, знаешь, что посмотрели, староверов в этом, на Енисейске. И потом посмотрели о Гафе Лыкову. О Гафе Лыкову больше говорит о Христе, нежели те, они вообще ничего не сказали, ни христе, ни о вере, ни о чем. Вот только как здесь можно выжить, как можно здесь что сделать, как мы здесь живем, сколько мы здесь живем, откуда мы вообще пришли. Но о Христе и о вере вообще. А Гафе как пошла, 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 что она, все молитвы, все там, что вот эта Библия начинает читать их. Я смотрю, все сходится. Ну, с отцом, потому что отец. Да, отец. И отец, он, видишь, они же одни жили, никого не было больше. А эти-то инисейкзи там, они живут, у них там целая община. Да, я как. И они все там, пошли рыбу ловить, и я с тобой пойду, и пошли целую рыбу ловить. Пошли там на охоту, и я с тобой пойду, поехали все на. Тут у них вот так вот. Я смотрю, у них на столе есть самогончик присутствует. А как, а как все без него? Там скучновато жить. Телевизоров нету. И сейчас у них там все есть. А, уже есть. У них там машинки стирали, и все. И эти последние модели холодильника. Это продвинутые. Это староверы. О, они называют староверы. Это нео-староверы. Да нет, нет, все нормально здесь. Староверы. Нет, мне самое главное, мне не это главное, что там машины стирали. Нет, нет, да, Нету, нету. То есть они помолились молча? Вот они встали. А почему нету Слова Божьего? Потому что Острожская Библия, периода 1568 года на церковно-славянский язык, с греческого септуагинтой переведена была. 1568 всего-навсего. А до этого чем пользовались? Непонятно. Греческими септуагинтой кто-то переводил. Максим Грек недаром посадили его в темницу. Он начал кому-то бредовые мысли, как сказали его. Его раз туда в темничку, ненадолго, лет так на 28, и сидит там, уму-разуму набирается. Грек будет знать, куда поехал. Про Максима Грека прочитайте. Он передовой был мужчина. Вот какого патриарха бы ставить. Он бы всех научил греческому языку, церковно-славянскому и русскому заодно. Но они бы преподавались в школе. Преподавал он преподаватель. Он как оригин был. Ну, от Бога преподаватель. Как Игнать Тихонович Лапкин, вот рядом, который я. От Бога преподаватель для всей вселенной. Ну, дайте ему вместо закатывания. Никогда сатана не даст. Да, то учим русский. А производство у нас на Старославянском. Разговариваем на русском. Почему, когда Сергей Павлович все от Игнать Тихоновича гнобит, давайте там церковно-славянский постоянно. Почему это, ну, как первоклассник, короче говоря, он не дорос еще. Не понимает. Игнать Тихоновичу опять массаж, да ты потерпи. Почему? Почему? Потому что он как добрый пастырь, или как, будем говорить, добрый учитель, знающий учитель. Он просто как учитель, будем говорить, учитель просто. Он понимает, что нужно сначала поставить, подлежащее потом сказуемое, или наоборот. Сначала знак припинания, потом что-то говорить, или перед этим что-то сказать, потом знаки припинания доставлять. Он уже все знает, что нужно. А Сережка, он одно свое, узнал одно что. Почему тогда так? Почему не так? Да почему? Да потому что ты сейчас, если будешь переводить на церковно-славянский язык, то никого не будет, никто не подготовлен принять это. Вот и все. Что-то непонятного. Что-то долбить-то в одно и то же. А я буду долбить. Я вот такое. У меня вот рога, у меня вот копыта. Буду вот, вижу. Узость, загляну. Это не узость, а детство еще. Вы, говорит, еще не съели, не съели то, это, твердой пищи. Вы начните, сначала начинай. ему говорит уже преподаватель, нет, надо упереться, вот опять, опять одно и то же, опять. У нас Игорь Третий Кот такой был, но ему тогда было всего 18 лет. Он начал приставать к епископу. А я только приехал, 96-й год был, 97-й. Еще не понимал ничего, ну так, в основатель. А они там, у них был кружок этот там, Муравлев ходил, Игорь, который ушел потом. На что за кружок? Ну, этих, кружок. Православный? Ну, конечно, православный, они там между собой собирались и сами. А, ну что мы и начали сейчас разговаривать, православный кружок? Да, православный кружок. Православный, но им бы заниматься Словом Божьим, а они занимались, это, влюблением своих мыслей. Очень любили свои мысли. Да, и вот они начинали. Как, да что, да почему, там все обдумывали, обговаривали. Зачем поясок? Почему борода? И прям эти, натурально, они все это разворачивали и потом приходили к нам, да это ничего, и не надо уже, все. Почему? Главное, это вот, что мы знаем, там, Христа вот начали заниматься, все, все, только к этому приходили. То есть забывали, отсаживая, говорит, комара, верблюда поглощали. И в конечном итоге все ушли. И вот он там, от их имени там, епископ, он и втихер. А почему вы нам не разрешаете на русском языке? И вот он, тихо, вот такой, а что, я правду уже говорю. А епископ сказал, три года, три года вам даю эпитемью, три года, чтобы не говорили об этом. Ну, как бы это все убрали, аннулировали, и ровно через три года Игнатий Ильич там письмо ему написал, в 99-м году, и отослал. И он ничего не ответил, епископ. И мы спокойно начали. И он так ничего и не ответил. Просто ничего не ответил. Ну, когда мы приезжали, батюшка первый раз, не знал, выйти или не выйти, такой раз сначала, на церковно-славянском, потом уже, выходи на русском, на русском, в алтаре еще стоял. Потом уже, Игнатий, на чему сказал, он уже потом начал выходить из алтаря. Все сложно проходило. Все не просто так. Все на наших глазах. Все эти на русском идут. Псалмы. А все, я когда приехал, в 95-96 год, было на церковно-славянском, не было русского языка. Конечно. Но мы были, очень хотели, чтобы услышать русский язык. У нас тут была, это, Фаина Соломоновна, еврейка, и когда читали псалмы, в речи вечером, на русском языке, она после этого там плакала, все время. Ой, да как же читаете вы псалмы-то, да как же хорошо-то, прям все понятно. Ой, да какие же нехорошие псалмы. Игорь, ты точно еврей? Ты вот точно еврей? Она всех в евреи записывала. У нас по ее, у нас была просто еврейская община. Как же у нас стали печатать на русском? Псалмы в Библии. В 1876 году. Псалмы на Библии, на русском, да? А, нет, вообще перевод был 1800, наверное, где-то 40-го года первый. Сделал Макарий не Глухарев, а Макарий просветитель Алтая, первый Макарий. Как его фамилия сейчас? Да, их два Макария. Один Глухарев, Макарий Алтайский, который современный, сюда ближе к 20-му веку. А второй был в середине 19-го века, Макарий, тоже здесь же на Алтае. Вот он был переводчиком Ветхого Завета. Он перевел Ветхого Завета очень много. Он пророков перевел, он псалтыр перевел. Смотри, ну а там они же на службе псалтыр читают из Библии. Из Библии. Они же в Библии, все на русском. Вот это. Переведены. Переведены. А почему они оттуда не читают на русском? А там же написано на русском. Кто не читает? Попы? Так его перевести-то перевели, а у нас же как есть трапезная, а есть алтарь. Алтарь важнее, чем трапезная. В алтаре читается только на церковно-славянском. Это богослужение называется. Богослужение. То есть там конкретно признается величие главенства церковно-славянского языка. Собор 17-18 года постановления. Но... 1900? 1900, да. Последний. Самый богатый собор был. Но в связи с тем, что там есть некоторые непонятности, некоторые там вот люди верующие хотят поточнее знать, поэтому принимается и принимается и наличие русского языка как языка, который как дополняет церковно-славянский и объясняет некоторые там предложения и значения там слова. Вот так вот, короче, они хитренько там все. Но если в общем согласиться принять у себя на богослужение чтение паримий апостола и псалтыри и Евангелия на русском языке, тогда этим постановлением они могут передать это священнику, а священник может начать то есть вот это чтение. То есть это там написано четвертое определение собора 1917-17 года по этому определению вот так вот. А то вот записываешь? Да. А что вы не? Давайте помолимся тогда. Мы же вообще не о том. Ну как не о том, а о том. господи помилуй, господи помилуй, господи благослови. Царь небесный, утешитель души истинный, и живездец, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, прилились все веселые, и очистены всякие скверны, и спасибо ложе души наша. Отец наш, небесный Господь, нашим двухмоленким именем Господа нашего Иисуса Христа благослови это наше братское собрание по слову Твоему Святому провести и дару Господи, чтобы вопросы недоумения какие-то разрешились у нас у всех, и все мы могли наследовать Царство, Которое готово Ты святым и праведным, и еще другим рассказывать о Тебе Господе и Творце. Помоги Господи тем, кто еще не принял крещение, быть искренне верующими Тебе христианами. Дару Господи, нам всегда быть настроенными слушать Слово Твое Святое и исполнять его. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. В имя Иоанна, Сына и Святой Духа. Аминь. У нас до такой степени отношения такие свободные. Мы начинаем богословские беседы уже на подходе сразу. Такие сложные, что... Но это как бы все надо знать. Дело все в том, что у нас был один такой брат молодой, очень умный. Он преподавал математику в высшей школе по компьютеру в Москве. в каком-то институте. Да, такая там какая-то есть услуга. Борис его звали. И он выглядел очень импозантно, таким очень грамотным человеком. И когда я его спросил, ты креститься хочешь? Я говорю, ты понимаешь, что у нас за община? Ну да, я понимаю. Я говорю, надо же многое прочесть. Я говорю, ты понимаешь, что у нас община основана на... Это же русское православное церковь за границей. Это те люди, которые убежали от гнета большевиков. Это же не просто так. Это же все осталось в нас. Это должно у нас остаться. Ты знаешь, как образовалась зарубежная церковь? И все. Ну что, я не маленький, я же там читал там типа... Ну я ему поверил, да, ладно, читал. Ну то есть, как бы я его уговариваю, давай, может, позанимаемся. Но он не стал заниматься. Крестился и больше его не видели. Просто крестился и больше и не пришел. Все, конец цитаты. А потом еще тут начал на нас... Ну вижу, там грязь начал лить. Я к вам больше не пойду, ко мне больше не приходите, там к нему пришли спросить, что вы ко мне ходите, кто вы такие? И попер и поехал. Вот тебе все и понял, осознал. Ну я понял, вы иеретики, там, вы там, это, сектанты, вы там... Ну и пошел там раскольники. Ну наговорил больше, чем любой из подсвященников сейчас наговорил. Вот тебе бабушка и здравствуйте, вот тебе все и понял, вот и осознал. Ну то есть, я всегда к этому так подходил. Игнатий Тихонович об этом говорил. нужно не менее трех лет подготовки, от трех до пяти лет. Я не знаю, сколько там кто подготавливался, я могу сказать, что я прошел три полных курса пятилетних. Один шестилетний даже, сначала, а потом было по пять лет два курса. Вот я полных три курса прошел. А где они эти курсы? В политехническом университете. То есть, получается, шестнадцать лет я... У него эти курсы... Да, из них последний курс я стоял за кафедрой и читал. В Евангелии мне было поручено читать Евангелие и Толкование. Ну, не только Евангелие, а Новозавет. В сочтении шестнадцать лет занимался, да? Да. У нас с каждой вторник к пятницу были занятия. Игнатий Тихонович звонил мне там, брякал. Ну, так у нас телефоны соединены были. Я поднимал трубку. Ты готов? Я готов. Выходим. Чик. И мы с ним выходили под мышку книги и вперед на остановку к политехническому, в политехнический. Там по пути еще собираются. И сначала было много людей. В девяносто шестом году первое раз я попал. А туда ни камера, ни че? Я сидел. Там фотографии есть. Мы с Мариной сидим. Она что-то так пишет. А я такой сижу. Смотрю. Ну, и там много-много. Там мистер Англиевич там. Все. Игнатий, значит, стоит. Потом ему тяжело стало уже. Че он уже и читает. И все. Это смысл какой. И потом он меня вытащил. Давай, как говорит. А иди сюда читай. Я говорю, а что-то как-то непонятно. Да-да. Че? А я побольше расскажу. И правда. И все. Я пошел. И вот рядом сидел Сережка при мне. Пупков. И он все время смеялся. И сидит прямо перед нами. Чуть-то немножко к носу. Сядет рядом. И такой смотрит. Какой хороший был. Дорожный. И раз что-то, когда Игнатийович скажет. Там что-нибудь такое. Ну, юмористическое. Он такой раз. И все. Я говорю, Игнатийович, вам не кажется, что парнишка, который впереди сидит. А он никак. Ну, занятия закончились. Он раз. Уходит. То есть не оставался. Ничего не беседел. Я говорю, вам не кажется, что он смеется в нужных местах? Он говорит, да, я заметил это. Я говорю, это же неплохо. Он говорит, конечно, не будет. Он понимает все. Да, то есть он понимает. Только то, что он смеется, так говорит. Как конь, говорит, это плохо. А потом, когда поближе познакомились, так он кое-нибудь есть. И он долго-долго от этого его прям заменил. Он сейчас уже все, перестал. На тучу удок очень долго. А у Насти, допустим, Дробот. Ну, она тогда не только Дерицкая была. У нее была, она усмехалась все время. Скажет, такая, что-то усмехается все время. Ей тоже. Скажет, тоже. Виктор Андреевич, он вот так вот. Как вот Жириновский, слышали? Постою. Вот так. Вот так. Вот так. И стоит там депутатом столько. Ну, рассказывает, бывает интересно. Конечно, он клоун там все время. Такие клоун называют, рассказывал. Но, когда касается дела Ленина, я прям на его стороне думаю, я бы лучше, наверное, не сказал. У него память очень хорошая. Он все этому зверю припомнит. Все. Я думаю, как хорошо, прям от меня, можно сказать, сказал. И Зюганова еще. Он уже стоил. А? Он же стоил. Он филолог. Филолог. Юрист. Юрист. Да. Ну, у него там филологическое и юридическое. Уриское такое. Не, он просто не историк, как мы все дети того времени, политизированные. И он читал много. Тогда журнал «Аганер» был, и там Коротич был такой редактор. И он очень много печатал, пока можно было, архивов КГБшных, ТВЧ-кистских. И поэтому там охватываются. Сейчас это все надо поднимать, доставать. Тогда же никто не думал, что это так закроется резко. А сейчас не хотят вот это вот месить. 4 ноября сделали днем международного, как она? Единства. Единства там между нашей страной. День Единства. На этот день, в 2005 году, поставили памятник, который там стоит, бронзовый. Видели? Отец репрессированный, с руками связывали. И мальчик прижался. На площади Свободы. Где поместье? Видели? Да, да. Не, не оброшло. В фотографии. А там сами памятник не видели? Бронзовый памятник стоит. И Ивна Тихонович пришел туда, ему дали слово сказать. Ну, он так как всегда такие неожиданные делает пространство. Все так думают, ну вот что, он говорит, ну как так, ну и что поставили, и что тут такое написано, непонятно, главное. Это репрессированные, ну и что, как. Вы расскажите, как репрессировали, откуда это все взято и так далее, а то так безлико, безлико так это все репрессировано и все. Там хоть раньше камень стоял такой, там было армяне репрессированный. И в один прекрасный день камень этот, огромный такой камень из черного то ли базальта, то ли шипата, я не знаю, был. И он, в общем, прямо отполированный. И он лопнул прям пополам. И эти армяне подали городским властям иск, как бы, что такое-то, вандалы разбили этот памятник. Ну, приехали посмотреть, говорят, да вы сами-то понимаете, как его разбить-то можно. Ну, там каменная глыба вот такая, как стол, больше. Они говорят, кувалдой били, да это кувалдой. Голова летит, кувалдой-то бить. Ну, то есть, видать, была трещина или что, ну, интересно как. И после этого, как он лопнул, решили поставить другой памятник и поставили вот этот. Более-менее, ну, под надписи нас никуда не гордящиеся. Они ни о чем не рассказывали, это ни к чему не ведут. В Германии, там, везде, вот, где происходили вот эти события. В Венгрии, там, в Чехословакии, этих богатых, когда раскулачивали, ну, как у нас это было, когда коммунисты туда пришли, то, когда пришло малое время, вот эти девяносто первые годы, они, коммунистов, во-первых, всех репрессировали, то есть, пересадили или в тюрьмы, или от должностей всех убрали на какое-то время, ограничили, там, 25 лет, 30, да, у них были суды над коммунистами. И богатые люди, они же многие успели убежать по Франции, там, везде, в Италию, деньги были. Этим богатым людям отдали всю недвижимость, какая у них есть, еще компенсации делали. Ну, а как? А как? Ну, это нормально же? Нормально. А это, а у нас что такое? Церкви, главное, церквам отдают, помещения, которые были под церквами, а те люди, которые, да, многие, да, их уже нет никого, там, всех повыбили. Ну, мы вас поздравляем, молодцы, долго ждали вы, чтобы все это осталось. Ты все посмотрел, весь фильм, или нет? По-моему, да. Ну, это только одна, один намек, один намек. Для чего все это было сделано? Итак, мы с вами вот то, что проходим, лишнего ничего у нас не будет. Вот поверьте. Вот когда коснется тебя испытание, какие его коснулось, нас с вами коснется, вы вот узнаете, каждая мелочь пригодится, каждая. Непонятно, что тебя обратит вот к тому, что ты покаешься пред Господом и просто скажешь, Господи, это мне испытание ты даешь, я понимаю. Непонятно, что коснется. Потому что, когда ты всего не знаешь, то ты на любом можешь споткнуться. А когда ты все знаешь, как говорит нам Слово Божие, Апостол Павел говорит, да вы, если говорите, что, вы говорите, что все знаете, значит, вы еще не знаете, как должен знать правильно. Как должен знать правильно. То есть, все, оказывается, ты знаешь это и думаешь, ну, все, я уже узнал. А теперь попробуем правильно все это посмотреть. И немножечко, раз, покажет. Вот вы, говорят, римляне. Чем вы раньше занимались-то? Вы помните, что вы утворяли? А они сидят уже, все, уверовавшиеся, все, упокаявшиеся. Нас Господь взял, там порвал, харки эти, хребет забросил, все, мы святые. А вот вы чем занимались раньше. Они, ого, ого, ничего себе. И что? И как, что вам теперь делать нужно? Как вам нужно выходить из этого? Вы что думаете, так все и пройдет? А Сатана-то, он не дремлет, он дальше будет с вами, как говорится, над вами трудиться. Как он там трудится? А Господь-то попускает, вспомните Иова. А мы Иова не знаем. Ну, читайте Ветхий Завет, узнаете. Че там Иов? Да Иов, Иов это главный, это главный в Ветхом Завете человек, на которого нужно равняться. Это, будем смело признаемся, это христианин. Ветхозаветный христианин Иов. Почему написано? Потому что про него написаны такие слова, про кого нигде не написано никогда. Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот, непорочен, справедлив, и богобоязнен, и удалялся от зла. Разбираем. Непорочен. Что значит непорочен? Непорочен? Да, непорочен. Слово непорочен, как понять? Царь Давид об этом говорил, что я был тоже непорочен. В этом, в этом именно плане, что это непорочен. Безгрешен, да, получается, непорочен? Безгрешен, это мы в общем потом скажем. Безгрешен нет было таких людей безгрешных. Безгрешных не было, иначе бы тогда это, что? Ну, он непорочен. То есть, если он слово давал, был непорочен написано. Был непорочен он. Вот в земле Уц был такой человек, он непорочен. Когда это рассказывается, ему 140 лет. Он не о чуде идет, а о труде человеческом. Он верил в главную истинного Бога. И причем Господь сам подтверждает. Причем не перед кем-нибудь, а перед сатаной. Да, под землей там. Да. И был день, когда пришли сыны Божьи и представили Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, Я ходил по земле, и обошел ее. И сказал Господь сатане, Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человека непорочного, справедливого, богобоязненный и удаляющихся от зла. И отвечал сатана Господа и сказал, Разве в данном богобоязнен его? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяется по земле. Ну, простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? То есть даже с завистью, с самым могущественным духом первого творения Господа, зло самосущное, этот сатана, он обратил внимание, но ничего не говорил, потому что, ну что, ему никак не подобраться, он даже видишь какой-то скучающий голос у него. Доходил я там по земле, ну так можно что-то представить, психология какая-то, нерадостно так, и все. Как мимо пролетают, знаете, как космические корабли-то быстро летают, там 15 тысяч километров, быстро. И он, видать, так же пролетает, как пролетает там над этим местом, сердце екается. Почему? А мы там читаем дальше у Иова. У него было обширное владение, и там он старался все делать справедливо всем. И поэтому, если он дал кому-то слово, он сдержит. Если кто-то появился там, сирота, даже среди животных, он поддержит даже животное. Почему? Правильник милует и скотов своих написано. Сирота и вдову не угнетал, и он об этом там говорит. Когда разве это было? Я не помышлял. Я, говорит, глаза свои отпускал, не помышляя о девице. Спрашиваю девицу. Ты понимаешь, о чем здесь говорится? Нет, не понимаю. Я говорю, это очень сильный вопрос у многих. Господь ненавидит, написано, и седьмое, говорит, что я ненавижу. Это старика-прелюбодея в похотях, свои дни заканчивающие. А они тут, все для этого делается сейчас. И он, а он был могущественный. Он мог взять любую женщину, любого возраста, какого захотел, но преткновение глазам своим, чтобы даже не глядеть на это, не то что не думать. А почему? Потому что не порочен. Не порочен. Не порочен. Не было Евангелия, а он был евангелист. Законы Евангелия были у него в сердце. Он уже блажен был. Его можно на небо было спокойно брать. А почему не был взят? А кто, говорит, согрешил Господь, когда проходил мимо, помните? Евангелие, 9 глава. Быстро перескакивай, да? Да. Потому что не было пришествия Христа еще. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? И Господь что отвечает на этот вопрос? Для славы. И он говорит, Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Дела Божии. На нем должны были явиться дела Божии. Иначе, ну, такого не может быть, чтобы не безгрешный был человек. Что-то же должно было быть. Как-то же человечество он должен обнаружить. Но Иов считается, это также прообраз Иисуса Христа. И на день памяти Иова, кто помнит, какой-то 4 мая, по-моему, да? Сейчас не помню точно. Родился сам Николай II. И он все время знал, что ему предстоит очень много пострадать. Он боялся этого. Царь Николая боялся. Ну, верующий был хорошо. Да понятно, что императоров, столько было убитых там, столько всяких неприятных моментов. Ну, возьми всех. Кто хорошо начинал, кто хорошо заканчивал. Надо было людей там убивать, казнить. Вот это очень большой груст тяжкий. Вот посмотри на себя, допустим. Пойдешь на место Путина? Нет. Он в бассейне уже с утра купается. Нет, нет, нет. Показывает. Он в 6 часов поднялся, и сразу в бассейн. Тут же прям кувырк. С кабинета. Раз, раз, раз. И плавает, плавает. Час плавает. Потом раз такой бодрячок. Ну, конечно. Залые деньги. А потом дальше пошел ракеты строить. Пошел Попов уговаривать, чтобы пацанов в армию-то загребать надо. А как? Да скажи, что это. Нормально все. Бог прощает всем все. На себя грехи возьми. Беру на себя грехи. Все, идите, крестим вас, кроме меня. Все произнесут правильно. Возьму на себя, потом отмолю. И они идут, идут. А потом ты во тьму, и они все за тобой во тьму ушли. Да? Вот так вот. Да не приведи, Господи, попасть в там. Нет, нет. Ты сейчас спокоен. Не надо никого убивать. Знаешь, что тебя никто не заставляет. Все спокойно. А с другой стороны, ведь может такое время прийти, когда это спокойствие обратится тебе. Апостол Павел тоже спокойно проповедовал. Спокойно в цепях. И в этот момент обратилась одна из наложниц Дерона. Да какая-то там любимая еще его там. От какого-то, какой-то там родственник у него. Как раз наложница вот эта. Там такая красавица все. Спокойствие окончилось. Спокойствие окончилось. Давай, Павел, что такое? Туда-сюда. И отрубили голову. Все. А ведь сколько он проповедовал. И вузов был, и отпускали его. Ничего не могли найти. А что найти? Ну, невозможно найти. Вот по земным законам, по римскому праву, он просто святее из святых. Про богов начинают говорить. А я не безбожник, я верую в бога. И даже не простого бога небо и земли. А то, что там другие боги есть. А у них это, ну, какая разница, какой бог там. Они на всякий случай вообще всем почти шести стамбаган кланились. Да, то есть это для них, это для них было, как бы, никакой там не страшный вопрос. А по-другому по всему он не порочен. Его только били. Он сам ходил, разговаривал. А у них риторика считалась это нормальной работой. Ты мог языком зарабатывать. Выходи там, говори свои лекции, там, тебя будут слушать. И тебе деньги еще дадут, кормить будут. Ничего этого нет. И вдруг, ну, а здесь уже, извините, обратился, человек поменял жизнь. Посты. Как это было у апостола Фомы, помните? Житие святия. Апостол Фома пришел в Индию. А там правят эти махараджи. Услышали там сановники, как он говорит. Привели его там к принцессе или там кто-то, как называется, на королева там у них. Шахиня. Он ей рассказывает, она верует. А тут пост. А как мне там, ну, что? Христос-то, Дух Святой во мне. Ну, а ты проверь себя, попастись. А что нужно? Ну, в пост не живут с мужем. А у них там любовь такая, ну, как прямо на картинах и фильмах рисуются везде. Ну, муж так не, она. Пост. Какой пост? Все, брак? Ну, как какой пост? Ну, вот так и так. Да ты че? Это ты че такое? Да вот хочу на небо там. Ну, да-ка, приведи этого. Привели в оковах вроде. Фома рассказывает, что ты такой, но я тоже хочу на это небо. Целое государство. Малабарский берег называется сейчас. Малабарский берег. 30 миллионов христиан до сих пор. В Индии. 30 миллионов? Да, 30 миллионов. Всего около 100 миллионов по всей Индии. А Малабарский берег, который... Ну, это истинно верующий. ...где Фома был. Или такие же, как мы. Господи, даруй, чтобы они были истинно верующие. Чтобы были, да. Ну, чтобы ответ брата был. Брат, я там с ними не встречался. Я только вот интернет открываю, вижу, что они там молятся, как мы и так далее. А истинно они верующие там. Как они там, какой Евангелие, на каком языке. Понятия не имеют. У меня желание есть, допустим, узнать людей. Но, если только мне скажут, учить язык надо. Я просто знаю, что такое язык. Вот Игнатик, на что он такой как бы. Русский-то не знаешь. А иностранный язык учить, это не голова, а дом советов должен быть. Я сейчас-то помню только с немецкого майных, это, майных, майных, поросенка по Бештрассе побежал. Майных, я ушла. Так что, это надо же с ними как-то беседовать, чтобы узнать, дорогой ты мой. Но, я думаю, что не только мы спасаемся. Кто-то еще спасется. Кто-то еще спасется, да. Дай Бог, чтобы еще кто-то спасся. Да, есть, есть люди. Это мы только начинаем узнавать, когда вот сейчас интернет у нас. И по скайпу люди выходят, и вопросы задают. И видно, что они говорят это со смыслением. Вот близки, близки они к Царству Небесному. Чувствуется, что многого не хватает еще, вот как у Фроликова. У него на одной волне, типа Карельников, там, ну что там, они заладят свое и пошли. И вот, ну и у него тоже что-то такое, одна волна какая-то есть. Когда он начинает разговаривать, то это понятно, что без приключений жить не может, называется, человек. Он тут как в колене, на машине, он не может там выскочить. Да, да. Я думаю, что дело все в том, что не в правильном отношении к изучению Слова Божьего. Да, конечно. А здесь вот Игнат Тихонович пытается в это правильное русло направить. Почему он там осаживает постоянно некоторых? Потому что он какую-то эту колю видит, а эти некоторые, они эту колю не видят. Я могу сказать, что да. Что там такое? Ну, учитель, понимаете. И поэтому только одно скажешь. Ну, что ж, ну, сказал, надо исполнять. Потому что хочешь, говорит, быть первым, стать последним. Для начала. Хочешь быть, говорит, господином, стать слугой для всех. И тогда ты поймешь, что к чему. Если мы не будем старших уважать, почитать, учителей тем более, то тогда чем дело-то закончится? Мы кого воспитываем-то тогда? Наши дети. Вот это основной пример-то где. Не то, что там как-то иногда стоят сестры и начинают. Дайте пример, дайте пример. Пример есть. Пример есть. Просто его надо взять. А кто возьмет, тут уже, знаешь, нам не дано. Все Бог написан в взращивающей. А мы и поливаем, и насаждаем, стараемся. Все. Это как бы стараемся, да. А как по-другому. У нас причем было такое время, когда у нас вообще детей не было в общине. Община была вся молодая. Наши сестры, которые некоторые почили уже в возрасте 80-90 лет, им тогда было 50 лет, 60 лет. Ну, они еще были полны энергии, ходили на благовестия и так далее. Теперь что уже возьмешь от этого? В молодости надо этим заниматься. В молодости. А вот теперь у нас есть дети. И мы это, то что, когда мы пришли, и это осознали, и понимаем, как должно быть в христианстве, мы пытаемся этим рассказать, а им это не надо. И только, когда ты начинаешь вот все это проходить, ты начинаешь понимать, как же нелегко было православным во все времена. Дети рождаются, а Христа принять не могут. Потому что вера-то от чего? От слышания. От слышания. От слышания от Слова Божьего. И причем, тут еще, тут еще перед этим идут, это послание к Кремлину. Вот как раз Кремлину. Какая-то, вот семнадцатая. Нет, какая семнадцатая. Десятая. Десятая была. Семнадцатый стих. Да, да. Она вот же прямо у меня тут перед глазами. Вот она. И гляди тут перед этим, как сказано. Здесь нет различия между Иудеем и Ерлином. Потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его. Для всех призывающих Его. Тут есть шкала, понимаешь, по которой ты начнешь быть таким, каким мы желаем кого-то видеть. И себя тоже. Вот видишь, уже призывающим Его. То есть нужно призывать Господа самому. Не заставить тебя это сделать никто. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Оттуда выводы делаем. Но как призвать того, в кого не уверовали? Вот там все. Добавь. Все еще зависит, это я по себе знаю, от почвы сердца твоего. То есть куда это слово падает, на какую почву. Так вот, притча о свете, тогда есть. Ого ты, глубину какую задел богосподство. Конечно, с этого все и начинается. Вот, например, вот недавно я был у Людмилы Степановны на его фильме, работал там по отделке. Она включила мне там один ролик, ей переслали. Ей очень понравилось там, в такой стихотворной форме. Говорит, что вы вроде от лица кожи, типа, люди, что вы делаете, я вам там землю дал, все дал, а вы мне признавать не хотите. Ну, это такое, очень интересно. Ставлено все. Но я слушаю, слушаю, а Людмила Степана стоит и плачет. То есть на ее так сильно это подействовало, эти слова. А я просто слушаю, ну, к себе прислушиваюсь, на меня ничего не влияет. Ну, то есть я понимаю, слова хорошие, все правильно, то есть там ничего такого нету, все. И потом она на меня смотрит, говорит, а что тебе, вроде не нравится, что ли? Да почему хорошие слова? Сплох не уместил. Ну, да, а у меня нет души расположения. Я вспомнил один случай тоже, опять же, к этому. Был на Урале, когда Володя Пищиков, через который тебя убирал, братьев Андрей Смирин и Володя, заходят ко мне, а я был в старушке. И у меня как раз через год, как я после потерявки отсюда сбежал, на его света того времени, вот. И у меня в то время было падение духа, а потом Господь по молитвам там всех, и по своей милости Божьей, он мне дает опять тягу к Слову Божьему, я начал открытым оком книги читать, а там у меня началось много всяких стихотворений. И вот одна есть стихотворение, я сейчас не помню, что это, вроде бы, там это, где Анвросий, епископ, и этот, Феодосий, царь, там, вот эти события в стихотворной форме рассказываются, Эпитимия называется, да, Эпитимия. И когда он меня впустил в храм этого царя, что-то он там... Анвросий Медиаланский. Да, да, вот он... Археепископ. Да, он не пустил царя, то, что тот поубил какой-то... Это Милан город, ну, чтобы понять. То есть он поубила там много народу, царь, и он ей такое великолепие там рассказывается. Восстание было в одном из городов, его, его же городов, и он туда войска ввел, и 10 тысяч человек убился. И решил причаститься. Да, и решил теперь в Медиалане прийти к этому святому мужу, Анвросию, и, ну, как нормально все, там, благословение спросить. А тот, кто его начал с гнева обличать, и того покаяния... С порога причем, он его не пустил в храм. Да, все в храм, да. И вот это, раз у меня душа сама расположена в покаянии, я же понимаю, что у меня необходимо было. И я сижу, это стихотворение, плачу, сижу, читаю, потом думаю, надо Володе Пищникову прочитать. Он заходит ко мне, там, кофе, обычный кофе, заходил ко мне между делом попить, когда у него отдых есть. И такой, я ему, давай, Володя, я тебя прочитаю. И все, я это... Начал ему читать, сам сижу, такой плачу, смотрю на него, он сидит спокойно, послушает. Потом до конца дышу, а там целая пойма небольшая такая. Я ему такой, Володя, ты уж меня прости, говорит. Он говорит, хорошая, конечно, но ведь меня она не касается моей души. Вот точно так же я здесь понимаю. Вот детей, например, да, Слово Божие говорится. Говорится в истине, то есть все рассказывается, толкование, все. А Пойщева не готовы принять этого слова. И все. И она падает на твою руку. Так же у этой женщины Пойщева была готова, сейчас вот услышать этот всегда. Да, да, да. Она не была готова. То есть у каждого свое время и свое время. А я потом на стихотворении читаю, эпидемия, у меня уже нет ни слез, ничего. То есть в тот момент оно тебе было необходимо, чтобы тебя пронзить, да? Вот так, примерно. Ага, да, да. Ну, я так понял, в чем это? Бывает, да? Бывает даже к месту слова и действия, и все прям, душа прямо впоет, хочет еще больше. А бывает как-то раз и скупо, да? Как-то не в это время, как-то часто. Оно так и должно быть. Я когда пришла на Пасху-то, первый раз вообще, ну тоже как бы, мне Игнать Тихонович спрашивает, а что тебя, ну ты пришла, что тебя поразило, что тебе понравилось. Ну, и уходят там девушки красивые, там мужчины с бородой, ну что, что. Я вспоминаю, ну пришла, да, там девушки, ну там, тебя первым я увидела сюда, пришла. Да? А что я хромала? Первое лицо и было, это твое. А, так я, наверное, к тебе подошел с этим, с суставом? Не, не, ты сначала меня заставил читать Деяния Апостола. А-а-а, ты пришла пораньше, да? Да, я просто открыла дверь, зашла и увидела тебя. Ну, у нас, видишь, как раз нужно читать, я потому что вижу новый человек, думаю, ну значит, кто-то пригласил не зря, я и спросил, где они будут читать. Сначала я читал, ты-то пришла уже в другой, я уже там 7 глав прочитал, как всегда. Ну, я, наверное, передо мной что-то начал читать. Ну, я в первый прихожу читать начинаю, там никого нет. Я ничего понять не могу, дом какой-то, молит. А, ну, в пост, это в субботу 8 часов начинается перед Пасхой. Да, да, да. Перед Пасхальным ночью 8 часов я приезжаю, 8 вечера, да, и все ставлю аналой и начинаю читать Деяния Святых Апостолов. Оно с 8 вечера читается, чтобы его размерно, четко прочитать, гнятно, громко. В храме никого нету, я сам у себя читаю, так вот сам себе читаю и думаю, господи, я знаю, сейчас дроботы придут. Не точно, и дроботы пришли. Обычно я 7 глав прочитываю, ну 6. И на 7, Стефан, самая длинная там глава, я думаю, хоть бы кто-нибудь уже пришел. Я уже знаю эту главу. Ну, ладно, еще опять. Глава, Деяния Святых Апостолов, глава 6. Прислушаюсь так еще, ух, все закончилось, никого нет. И тут, пшш, я, вот так ладно, по временю. Пойду встречу, слава тебе, господи, пошел, вижу. Так, готов, быстро, быстро, да. Ну вот, богослужение было потом. С тобой мы общались, ты мне рассказывал, устал. А, устал, да? А, ну вот, видишь, нормально. Это началось сердечно, да? В субботу? Да, да, да. Как вы видите, перевязать это? Нет, у него свое, видишь. Я пока это, соображаю, что происходит. А, и ты попадаешь? Нет, ты хотела сказать о чем-то, что тебя поразило. Да, все это происходит, это, я пока смотрю, я как наблюдатель, опять же, все это, смотрю, наблюдаю, что, кто, ничего понять не могу, конечно. Вот, а потом трапеза, посадили меня, Надежда Васильевна там спросила, как меня зовут, Аленочка, Аленочка. Я пока тоже думаю, ну, кто такая, понять не могу. И потом, когда вышли, Петя, не Леонид, да. Дети? Дети, мальчик и девочка. А что они пели? Не Леонида, а Ливия. Не Ливия. Ливия и Вариня. А, и Вариня. Да. А они что-то пели такое простое. Они пели что-то простое, мирское. Что же они пели так? Черный ворон? Ну, что-то типа ворон. А не Галя вышла, с конем пели они? Выдум я на поле, с конем. С конем. Да, это Галя была, это не Леонида. Это потом Леонида вышла. Девочка и мальчик. А, ну, прочитай. И все, у меня как слезы хлынули. Я не могу остановиться, я реву. И вот, у меня, как говорится, пробрало. А, вот что они пели. Не для меня придет весна. Не для меня. Не для меня. Ну, хорошо. А там про Пасху еще есть. Они же что, и пели-то там же. Не для меня придет Пасха. Снимали? Там, слова такие есть. Да. Не для меня придет Пасха. Ну, там же про Казака, которого вот-вот убьют. И у меня все это у меня в голове. Какая, кто я такая? Какие у меня дети? Какая у меня семья? У меня какая-то жизнь вся пронеслась перед глазами. Кто я такая? Вот это вот. Не то, чтобы покаяние даже. А вот это мое, то, что я здесь делаю. Определение своего места, короче, в этой жизни. Мне хотелось спрятаться куда-нибудь в подполье, залезть, чтобы вот, как бы, вот этот контраст между собой и этими людьми, которые вокруг меня, у меня так ярко он проявился. Ну, сейчас-то ты уже определенная, сейчас-то ты уже можешь детское слово сказать. Все нормально. Всего-навсего. Год прошел почти, даже месяц. Что, что Пасха получится, все, и это все сказал. Я ничего не говорил. Мне учитель сказал, правду матку не резать сразу. Да я знаю, все, что происходит. Шуткую я, шуткую. Шуткую я. Сколько я про себя знаю. Вот так вот, ну, по чихоньку и приподню, кто-то откуда-то, да, брат, брат, брат. Да что, ну, а я даже не помню, что на Пасху точно есть, я сейчас спросил. Так-то ты сказала, я начинаю вспоминать. Я думаю, я хочу так же быть. На Пасху. То есть, я хочу, ну, я не знаю, вот внутри, да, я хочу так же быть. Быть такой же, такой же. У тебя еще Великого Пасха не было ни разу? У меня не было, да. Поздравляю тебя. Скоро. Еще будет прощенное воскресенье. Очень трогательное. На прощенное воскресенье у меня бывает даже слеза пробивает. Когда все начинают каяться там, перед всеми, да, там, друг перед другом. Несколько раз сестры там вырывались, прям падали на колени передо мной несколько раз. И вот такой, Игорь, прости меня там. Что-то вы не думали, не знаю, я уж там плохо, прости. Сам думаю, интересно, что же вы не думали так, прыгаете на колени. Сам подумаю, а я что, я думал о ней или нет? Ну, что, я только одно думал. Ну, что, бабы, что скажешь? Больше ничего. Когда бабы, значит, это не сестры уже. Это что-то непонятное, когда начинают они. Надо быть сестрой. Именно сестрой. И сестрой милосердной, желательно. Тогда все на свои места встанет. Но для этого нужно сестре так же вот через это слово, вот гляди, как тут дальше сказано. Не все прочитали еще? И как проповедовать, если не будут посланы? Посланы. А кто послал? Посланы. Да. Посланы. Как проповедовать этому человеку? Это мы еще говорим о человеке, который только сидит и смотрит глазенками. Что ему надо для этого? Надо уверовать. И теперь, чтобы тебя послали, и еще пойти дальше. А тут уже дальше бложество написано. Как написано? Как прекрасны ноги, благовествующих мир, благовествующих благое. То есть нужно уметь благовествовать мир, благовествовать благое. Какой мир надо еще понять? Что за мир? Какой мир благовествовать? Много мирного. Миротворцев в голубых касках. Сколько это много? Да, у нас миротворцы есть. Спецназ всякий. Тоже учатся? Хух-хух. По мордам петь. Тоже мерят человека, чтобы он не плохим не был. Мир, благоествовать мир. Мир должен быть мир с Богом, главное. И, как ангелы пропели, и в человеческих благоволения, на небе мир, и в человеческих благоволения. То есть между людьми и Богом мир возник. Все. Примирение. Примирение, ну, человек-то увидит, как мощь Господа и скажет, ну, ладно, тут такую мощь-то не переймешь. Как говорится, обухом полено не перешибешь. Лучше я уж покаюсь. А Господу, как на это все смотреть, он же видит, эх, опять лукавит. Так вот, чтобы этого не было, Христос пришел. И чтобы это узнать, что пришел Христос, и из тебя, человечка, которого крестили вот таким махой, как котенок этот крестили-то, опускали в эту ванну, за тебя, говорил, стоял символ веры и плевал через левое плечо на сатану, какой-то брат или сестра, человек, который тебе не знакомый совершенно, и будет ты знаком, когда подрастешь, непонятно, чтобы дойти до истинного покаяния, принятия Христа, до рождения, так говорится, свыше, от воды и духа родиться. Человек рождается от воды, а духа-то как родиться, вот в чем дело. Почему так и, ну, как бы у нас такая дилемма стоит, ну, как лучше, как лучше, как лучше. Господь показал, как лучше. Лучше креститься. Обрезание было на восьмой день у евреев. Обрезание – это прообраз сегодняшнего крещения. Почему? Потому что если человек не обрезан, значит, его нужно умертвить. Если человек не крещен, он мертвый, все, его нету для Бога. Поэтому и крестят детей. Человек, ребенка покрестили, а теперь дальше что? А вот тут теперь-то лень начинается человеческая. Если ребенок крещен, так ты должен перед ним каждое мгновение прям ходить к христианинам. И слова должны быть, и все. А если не крещен, то, ну, как там, Бог даст теперь. Молодец. То есть себе отмазку дает человек такую, как бы. Ну, может быть, да потому что там, так, эдак. А здесь теперь все. Он уже такой же брат для тебя или сестра. Трудись теперь уже. А как нужно трудиться? А вот нам нужны тысячи талантов, чтобы обратить его ко Христу. Священник-то его погрузил. Все, а теперь тысячи талантов нужно. У кого? Да хоть у всех вместе соберитесь в общине. Дайте эти тысячи талантов, чтобы дети обратились ко Христу. А этого-то мы как раз и не можем сделать. Я вот Енафе все время говорю. Енафе, помни. Ты можешь быть начатком в нашей общине. Понимаешь? Начатком. Начатком кого? Молодежи, уверовавшей во Христа, родившейся свыше. Я говорю, я очень хочу от кого-то из вас услышать. Я родилась свыше или я родился свыше, или моя душа родилась свыше. Я поняла почему. И ты мне говоришь место Писания, которое тебя коснулось. И начинаешь говорить. И главное, жить начинаешь. Как христианин. Я говорю, по-другому никак, наверное, не должно быть. Не может быть того, что мы знаем тебя, знаем, знаем, знаем. И вдруг ты так поменялся, этот человек, все. И ходит такой, хитренько на нас посматривает. Ну что, вы видите, я же поменялся. И мы такие, ох, мы дураки-то старые, хвосты спрячем сейчас. Рога отпилим себе. Не увидели, что христианин среди нас уже родился свыше. Не верю, что так будет. Должно быть резкое обращение. А дальше пошел, да, пошел дальше уже. Уже ты меня поднимаешь на молитву, а не я тебя. Уже. И пока что нет ни одного начатка. Никого. Я могу даже перечислять по именам. Не будем перечислять. Потому что никто не любит что-то имена. А их нету просто никого и нету. Нету никого и нету. Они выходят замуж. Они тут приезжают продавать что-нибудь, покупать. А никого нету в храмах. И только слышь. А этот ходит в тот храм. А этот ходит в тот храм. А этот в тот храм. А к нам не ходят. Почему? Не ходят в тот храм. Но рожденный свыше, он же тоже может отступить? Рожденный свыше отступить? Несомненно может. И уж кому никак не нам это известно. Какие были братья. Какие сестры. Как они чуть не клялись верности в общине и Богу. Рвали на себе одежды. Да. Рвали на себе козля. Мыда и яда. Я только уйду из общины. Это значит, земля сопряхнется. Вы увидите, что никогда. И все, кто так говорит. Я из общины. Никогда. Ты никогда не сделаешь так, чтобы я уйду из общины. Это что такое? Как будто там кто-то сидит и прямо их дергает за хвост. Заходи из общины. Уходи из общины. Обезьяну как с дерева. Наоборот. Почему? Желание было такое, чтобы все ходили и благорестовали. 19 человек на проповедь ходило по городу. Дома заходили. Все прям как поедут захватят. Приходят. Сколько квартир? 180 обошли. Как-то раз, помню, пошли мы с Игорем Третьяковым. Умаялись. 400 квартир обошли. Но не во всех, конечно, люди были. Ну, так может быть, 100, а может и больше даже было, где люди были. Там еще где-то на улице побеседуешь. Там где-то в подъезде кто-то проходит, ты не знаешь. И везде оставляли наши визитки. Везде оставляли газеты наши. Евангелие никогда не оставляли. Евангелие только в руки. Читать будете? Это Слово Божие. Здесь как раз говорится о том, о чем мы говорили. О вечной жизни, о Христе. О том, как нужно покаяться и прийти к познанию истины. Ну, да, да, ладно. Ну, это не ладно, ладно, нельзя говорить слово. Да, буду читать. Ну, все, берите. А там еще надо было обещание. В тюрьме, когда я давал Евангелие, там нужно было еще обещание. То есть, Игнатик лежит. Здесь обещание я должен приспросить. Обещаешься, что не тронешь ее, не порвешь ничего, что будешь хранить? Обещаюсь. Который в тюрьме ты сидишь. Сказал, а он при всех сказал. А при всех сказал, вот он сильно одевал. И без этого нельзя было давать Евангелие. А мне так было сначала, ну, не очень по себе, как так. Обещаюсь, человеку нужно как-то нагнетать или что. Такое было. Игнатик, значит, тогда уже такой тока был, только чук-чук-чук-чук идет. Я так, с такими людьми, за чищенными сумками за ним. Там эти газеты, всякая бумага, там Евангелие. Там всякая духовная литература. Он такой, раз кормушку, офицер открыл, он такой ищет. Так? Мир вам! Идите, сынок, кто хочет так слово Божие услышать. Быстрее грешники! Раз-раз смотрю, там налетели уже. Ну, интересно, да, это было? И главное, съемок не было. Вот это бы снимать-то интересно. Живые такие беседы. Но сейчас этого ничего нет, сейчас только можно вспоминать, как говорится. Фильм снимать только. А теперь, видишь, рассказ-то все равно записывается. Сейчас у брата сказал вечную жизнь, интересную я вспомнил. Видно, у нас сейчас рулетки был. И мужчина один дрова колет, камеру на себя направлен, дрова там колет, стоит. Я говорю, о! Я говорю, я это дело тоже, говорю, люблю очень, дрова колет. Да? Да, я говорю, терегу заднее. Терегу заднее? Точно, говорит, раскалываешь? Я говорю, да, с Божьей помощью, конечно, раскалываю. Он говорит, ну ладно, хорошо. Начал ему там обоги говорить, все, слушал, колет там под кончиком, он там полежки небольшие колет. Все, и потом я ему сказал, говорю, о вечной жизни, говорю, что, Господь, вечная жизнь. Он такой сразу раз, посерьезно, нет никакой вечной жизни, и отключил. Все, обоги выслушал, все. Не знаешь, где возраст. Но я хочу так сказать, что у нас-то с вами как бы легче нам сейчас, ну вот сейчас четвером мы сидим, нам легче. Почему? Ну, мы все уже подготовлены, хочу прямо сказать, это и к невооруженным глазам видно. Лена, она была подготовлена уже и до крещения, видно было, что она жаждет просто. И, в общем, на этом энтузиазме жажды, на этой пике вот этой возвышенности ко Христу духовной, Господь ее и крестил. Хоть она и не прочитала Слово Божие, но сейчас усердно читает, да? Что, ты про липоминон уже? Второй, первый? Первый. Первый. Ну, да ладно, тебе полегче будет читать. Про липоминон повторение первое и второе царство, а второе, про липоминон, третье и четвертое повторение. Ну, там есть некоторые места, которых не было в царстве, а так в основном одно и то же практически. Ну, как бы напоминание, больше узнаешь. А больше просто цифр. Да, там перечисления, конечно, все. А ты вот, когда там идут семьи, там имена, ты читаешь все до конца или потом? Я все читаю, но сколько имен, все разные. Это как вот детей называли, а? Не выговоришь, да? Такое впечатление, как они букву просто переставляют, да, вот так? Ну, добавляют. Сейчас, допустим, А, А, Р, А, Р, А, Р, а потом Н, Р, А, Р, или Н, Р, А, Р. Из разных народов, из разных семей, почему они все по-разному? Как они не пересекались, как они называли это так? Вот для этого у нас вот что с тобой есть. Вот это называется энциклопедический атлас библейский. Да-да, у меня есть. Открываешь его. Ага, я вчера сравнил это вот с Садома. Вот открываешь. Недалеко можно открывать. Сотворение мира здесь идет. И великие пророчества. И вот, пожалуйста, великие пророчества Ноя. Вот, смотрим, видите, великие пророчества Ноя. И здесь мы видим лица различные. Лица, видишь, лица. И вот, по лицам. Первый кто? Вавилонянин, потом оселиец, еврей, лидиец, эдовиянин, мавитянин, аравитянин. Вот как они выглядели в основном. Видишь, как у них профили, одежда. Какие разные. И мы тут читаем. Вот, карты у нас есть. Преобладание хамитов. Кто такие хамиты? Это значит, мы знаем уже, что у Ноя было три сына. Сим, потом хам, средний и младший Афет. Когда хана, это сынок хама, увидел на голову своего дедушку, он побежал к отцу и сказал, а деда-то там голый лежит. Ну, что-то еще ему рассказал. И хам побежал и посмотрел. Он ничего не стал делать, посмотрел. А двое, старший и младший, Сим и Афет, они пришли с одеялом, с покрывалом, который несли на своих плечах. И вдвоем вот так вошли, как там они попарили или так, как осликов там шли. И несмотря вот так на отца, это покрывало положили, чтобы не видно было, потому что он лежал, раскинувшись, написано. И вот так. И не посмотрели. И все это, видать, было пред Богом. Потому что отец, когда протрезвел, он случайно захмелел. Потому что он тогда еще никто не пил напитков из вина. А тут сок стоял, забродил, он выпил его и захмелел. Он не алкоголик был. Это чисто случайно. Вкусный напиток, возьмите, попробуйте попить виноградного сока забродившего. Вкусно все равно бьет. И он вдруг осознал от Господа, видать, что, он же сам ничего не видел, что Ханан-то согрешил. Причем Хананея он не вспомнил, Хананенка этого. А именно Хана, сына вспомнил, среднего. И он говорит пророчество ему. Будешь ты теперь последним и рабом у братьев своих. А Сим да вселится в шатрах Симовых. Вот так было сказано. И теперь мы видим расселение этих народов. Вот тут диаграмма показана. Когда, где больше было преобладания кого? Где Дхамитов? Где и все. И тут есть дальше о том, как расселились люди. Вот гляди. Есть как. Вот и Афет, вот Хан, вот Сим. Вот и имена их. Какие годы, какое расселение было. Хорошие, да? Вот гляди дальше тут кто? И Медийцы, и Гретьи, и Бимляне, и Персы, и Скифы, Финикийцы, и Ханикляне, и Египтяне. Показано. И все это нам надо знать. Да, обо всем этом вы будете читать Слове Божие. Чтобы вам легче было понимать, о чем идет речь. Чтобы не говорить потом, когда встретитесь с верующими людьми, что Да мы читали эту Библию, и там только всех убивают, убивают, убивают. Больше ничего. Все. Ничего больше не прочитали интересного. А книга Руфь. Это просто поэма какая-то. А песня песней. А притчи Соломона. Или премудрость Соломона. Или премудрость сына Сирахова. Иисуса сына Сирахова. Там же воспитание детей. Не знаете, как воспитывать. Вы читаете эти книги, там, о воспитании детей. Все написано. И воспитывая детей, будете сами воспитываться. На книге Библии. На этих книгах. И вот тут написано, где, кто кому соответствует. Вот гляди, как тут интересно. Вот они. У и ответа кто был. Гомер, Магог, Мадай, Яван, Фувал, Мишех, Фирмос. Гога и Магога. Племена. Где они? Племена. Гога и Магога. Которые будут. Вот северные племена, которые пойдут на Израиль в книге Откровения. Так вот, знайте. Гога и Магога. Это племена наши славянские. Славянские? Да. Именно здесь, вот, Киев, вот эта вот территория, это племена Гога и Магога. Это племена севера. И Афет. Ну и сыны Афета, запомните. Хорошо. То есть, младшего, который не согрешил. Слава тебе, Господи, что они хамиты. Потому что хамиты, надо полагать, они просто хамы и не наследуют. Наверное. А кто они там, непонятно. Может, среди хамитов тоже есть кто наследует. Не только эфиопляне, тут там другие народности есть. Ну и они тоже, да. И вот тут, видишь, все прям. Кто такой Гомер? Кто от него произошел? От него произошли кемерийцы. Вот Магог, кто такой земля? Северного Палестина, у Черного моря. Мадай, Медяне. Иован, Греки. Фувал, или Тибирены, это Малая Азия. Мишех, Мушки, или Мосхи. Фирос, Теренцы, в Игейском море. Аскинас, Скифы. Рифат, народ близ Эрзурума, в верхней течении Ефрата. Ну, там, где Армения, там, и так далее. То есть, Элиса, народ, живущий на северо-восточном побережье Северного моря, Фарсис, Феникийцы, в Испании. Титим, жители острова Кипр. Доданим, жители острова Родос. И так далее. Вот Сим, кто произошел с Симитой. И вот тут все, и вот это, когда вы народности эти смотрите, эти народности, вы начинаете потом понимать многое уже. Почему так относились? Почему Господь сказал, вот этих уничтожить, а с этими в мире жили почему-то? Почему не всех подряд? Потому что была чаша беззакония, уразная у народов. Господь не послал всех там уничтожить, а именно только племена, которые жили в Палестине, которые превысили предел допустимого. А как превысили? Мы читаем Содома и Гамор. Вот как превысили. То есть все мысли мы перечеркнули рамки существования человека, как творения Божьего. То есть начали придумывать сами. Господь уничтожал. То есть так же, как и получилось, приноя, да? Да. И вот основное расселение. Вот это река Ифрак, Тигр. Это было основное население, расселение людей после потопа. Ну, то от Арараски гор, будем говорить, и так, к Красному морю. И от Средиземного моря, и вот до Каспийское, и Красное, не Красное, а залив этот Бискайский. Вот здесь, да, это вот, видишь, основное было расселение. А потом пошли, вот сыны Иофета вверх пошли, вверх вот в Рим, в Испанию, на север Африке, и даже вот сюда зашли они, сейчас для Средней Азии. А вот Семиты, это на Аравийском полуострове, в Селизию, в Индию зашли. А вот Хамиты, это Эфиопия, Египет, Нумибия. А, ну, туда пошли, да, Нигерия, все туда. Нигерия, да, и туда начали расселяться, в Черный континент. Да, ну и как бы такое есть немножко, что вот они. Ну, однако, Эфиопы, они же стали православными. То есть, показано, что в семье не без лидера какого-то духовного тоже, есть и урод, да, есть и лидер. Эфиопляне показали, что можно, умер, можно, Хамитам можно, да. Всякий, кто призовет имя Господня, спасется. То есть, из человеков нету проклятого. Есть с душком, племена, вот мы читаем. Ну, там, где вы открылись, да, когда мы ели с душком. Но Господь сделал всех равными в этом плане. Потому что иудеи, тут же вот написано, не ель, не ель. Такие надо иметь для того, чтобы смотреть землю палестинскую, где жил Господь. А не ехать в паломничество, там, нырять в эти могилы старые. Господь, как сказал, когда ангелы сидят, они там пришли. И Господь говорит, ну, через ангелы, говорит, что вы сюда пришли? Вы ищите живого между мертвыми. Вы найдите живого Христа. Вы чего путешествуете-то везде? Христа живого найти не можете, начинаете иконы. Где-то что-то бы капало, что-то бы чудодействовало. Ну, что-то материальное, вплоть, происходило. А ничего материального не надо. Не ищите чудо, чудите сами. Ибо, говорит, елены ищут. Мудрости, а... Иудеи ищут чудес, а елены ищут мудрости. Иудеи требуют там, уровень. А, требуют чудес, да. А мудрость в простоте Христовой, как обратиться. А мудрость в том, что берешь Слово Божие, и никакой мудрости тут нет. А со мной все делает благодать Божия. Читаешь. И читаешь только, а вот тут самое главное. Господь говорит, не слушающий, а исполняющий жив будет. Вот это же самое. Слушаю и исполняю. Слушаю и исполняю. Ну, тут понятно, что все равно надо услышать. Что исполнять там? Слушаю и исполняю. Говорят, закон. Закон сказали, ты его исполняешь. Закон же есть. Закон есть такой, он невидимый. Закон восполнения массы своего тела едой. Масса уменьшается, ты чувствуешь, надо поесть. Закон это же. И ты ведешь, и выполняешь его. Надо вдохнуть. Ты берешь и вдыхаешь. Ну, это там уже мозг пойдет. Да, все это. Но это же тоже невидимо. Как кто это делает, непонятно. Там внутри кто-то тебе подсказывает. Господь так сделал. А вот есть еще душа. Душа, которая постоянно голодная. Она подсказывает. Возьми слово Божье. Да мне сейчас что-то тяжелое. Да мне что-то ленивое. Да ты слово Божье возьми, тогда будет хорошо. Да не может быть, чтобы от какой-то книжки почитал и было так не очень хорошо. Ты возьми, читать, начитай. Нет, 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 это неправда. Я не верю. Вот анекдоты там и почитают, да? Да. А тут же берет, читает анекдоты. Или, допустим, озлобится там. Это понятно. А конструктивно поступить для своего тела, для души своей. Сказать. Так, что-то делает душа охота почитать. Ну, хорошо, давай почитаем. И серьезно открыть, почитать. Вот кто так сделает, тот это уж точно будет верующим. Сколько мы распространили Слово Божьего и Евангелие? Это десятки тысяч. Наверное, не побоюсь, уже сотни. Сотня тысяч точно есть. Если не больше. Если со всеми материалами брать, а то еще больше. Уж Барнаул-то точно каждому, даже новорожденному, уже вложили какую-то. Ну, сейчас Сергей уже опять в целую партию заказан при визитах. Сорок тысяч тоже опять. Сорок тысяч? Да. А? Пятьдесят? Это не надо было делать-то пятьдесят. А, он хочет еще кому-то рассылать? Там он в несколько... Дело все в том, что через десять лет будет все опять совсем другое. У нас же эти сколько визитки были? Лет восемь, наверное? Не-е-е-е. Меньше? Меньше. Ну, сколько? При мне уже раза два-три издавались эти визитки. При мне. Отлично. А я уже одиннадцать лет. Ну, они уже сколько поменялись. Опять что-нибудь поменяется. Не надо было так спешить-то. Надо было... Ну, сказали поменьше. Мы уже не слушали. А, не слушали. Ага. Не слух. Ну, что ж. Ладно. Ну, благослови воскресенье с Надеждой Васильевной на рынке. Блин, назад вернулся. На Старом Базаре. Да, на Старом Базаре. Зашли, раздали пять Евангелий. Назад выходим, смотрим, одна лежит. На выходе... Не знаю, это... Ну, там, парапет какой-то... Ну, это постоянно. Хорошо, что не в Орне. Да. Девушка с ОАЗа ходила, мы ей передали. А она подумала, что это косметический набор. Ну, нет. Берем визит какой-то критический. Сначала визитку, да. Ясно. Проповедь удалась. Проповедь удалась продавцу пельмени. И продавцу мяса. Объявили, что со 2 марта будет пост. Можете закрывать свое дело. Я не знаю, конечно, конечно. А ко вторым подошли, которые добудут огурцами, помидорами. Ну, все для поста. Им говорим, это... Иван говорит, возьмите, пожалуйста. Просто те уже мясо вот так вот на их смотреть. У меня глаза не могут на это мясо уже. А там с помидорами думают, что ж ты мне тут городишь. Я и так с этими помидорами тут поршусь. Я говорю, сейчас вот пост наступит, говорю, но сейчас у вас все будет уйти. Настребовано. Я говорю, православное? Она говорит, да, православное, крещённое. Я говорю, возьмите Иван. Нет, Ивангелия, мне не надо. Я говорю, почему? Потому что мне некогда, во-первых, читать, и я нетерпеливый. И поститься я не буду. Так и заявил. Да. Я говорю, ну, это плохо, да. Я говорю, здесь как раз об этом там написано. Почему вы эти нас обидаете? Почему не обидаете? Да, с поста можно и не начинать. Понятно, там, через... Не через одного даже, а... Через 100 только попадёт, если кто скажет, да-да-да, проститься, проститься, проститься. А сам и не будет. Нет, поразило то, что люди говорят напрямую сразу. Нет, ну не надо, я не буду. Да, многие думают, это ещё про здоровье, когда пост... А, ну да, немножко не поедим, там, чутка... А если сказать, да, вы будете здоровы, у вас там печень... Вот брат сейчас вот хлеб печёт, а я смотрю и думаю, а сейчас придёт пост. Следующий четверг уже можно, наверное, вам хлеб даже и не печь, да? Или попечёшь немножко. Такие лепёхи лежат, представь, лёдом намазать. Это вот, это из манной клубы будем говорить. Из манной. Манна переводится как, знаешь, манна? Манна небесная. Где-то что, не помню. Когда вышли они, они спрашивают, манна, манна, спрашивают. Манна это, что это? Вот они спрашивают, манна? Манна, да. Моисея спрашивает, манна. А он говорит, хлеб ангельский. Не собирайте на второй день, только на один. А вот в пятницу соберите ещё на субботу, на два дня. Один собрал побольше, на утро встал, а у него черви оттуда. На следующий день. Да, он думал, сейчас отдохну, посплю как следует. А там для чего нужно было? С утра встать быстренько-быстренько, потому что к обеду всё растает, ничего не будет. Да, там рано утром. Они рано утром вставали. Это приучал Господь. Приучал к молитве. Рано утром к молитве, чтобы Бога благодарили. Представь себе, собирает, собирает, не выдержал. Раз съел. А вкусно-то как? А говорит, а по вкусу было, в общем, как лепёшка с мёдом. Но, если ты захотел чего-то другого, то вкус будет именно этот. Допустим, захотел ты барашковый, и ты ешь эту манную крупу, а получается, а вкус как барашка. А такое бывает иногда, знаете, вот как запах какой-то, вот там есть такая рыба, корюшка, и когда она свежая, да, её прям высыпаешь, и огурцами как пахнет, это на Колыме, вот её много там, огурцов как раз нету. И вот её высыпают, эту корюшку прям, ну в пакет насыпают, и я, дайте ещё, огурцами-то как пахнет, да, охота огурчиков, то есть там как раз это вот. Я вот Евангелие читала, у меня запах елея стоял, вот прям. Есть такое, есть, Господь благодать посылает, есть, да, такое. У меня такое было в начале, когда я посещал наше богослужение, в начале ещё, когда у Татьяны Брояки налились в девятиэтажном доме, в трёхкомнатной квартире, и центральный зал вот такой где-то, он был полностью набит, человек 70 было людей. Так, так, братья стояли, так, юноши, маленький-маленький проход батюшке, чтобы пройти, там икону одну поконить, вперёд так чуть-чуть коньёт, и всё. Тут у него такой маленький алтарёчек был, и выход на балкон как раз. Сложно было, когда морозновато, а так, когда тепло, там, приоткроет балкон, мальчик родился от него, так, и у него сюда заход было, одна только была воротина, две не было, не хватало, проход был на балкон. А здесь клир стоял в балконе ближе, и клир пел. И вот когда они запели, помню, чистнейшую хирургиму, славнейшую хирургиму, у меня вдруг всё порозовело, стало розовым, розовым цветом, нежно-нежно, нежно вот таким вот розовым цветом, как здесь. И я подумал ещё, думаю, я же хорошо, грамотный учёный, я подумал, это такое бывает, там хирургивое излияние какое-то, как бы там идёт, и вот это, кислорода нету, да? Кислорода, да, там наполняется вот такое, как бы там бывает, что такое красноватого цвета всё, и я стою, а мне так хорошо, ясно. Ай, как хорошо, там Люда была тогда, Люда и Таня были, Петерима, а Люда была уже Янчук, беременная была, это Иосифом, покойником царства и невеста. И вот как они запели, и я не знаю, где я нахожусь, на небе, а ли на земле. Меня вернул в небытие дружинин Дима, ему Игнатикнусь сказал за мной следить, потому что я первый раз пришёл, и я, а у меня поясница болела, как сейчас болит, только тогда она у меня отходила, то есть я мог выпрямляться, а сейчас я выпрямиться не могу. Ну, это застарело я уже очень давно, меня пробило просто правую сторону, и нога вообще парализована была. Я только перемещался, палкой вот так за всё цеплялся, ползал по квартире. А потом приехал уже дьякон тогда, это племянник Геннадия Фаста, Михаил Фаста, и они там надо мной помолились, и мне полегче стало. Они меня вдвоём взяли с послушником и говорят, давай мы тебя помолиться, батюшка тебя благословит, полегче будет. Я говорю, а как дойду-то? Мы тебя возьмем, они меня за руки вот так подняли, вот так за руки, прям на себя взвалили. Давай. И вот они, наверное, пока шли, что-то меня тряхнуло-тряхнуло, я что-то ногами потихоньку-полегоньку, и они меня растрясли, короче, и я уже как-то начал опираться. И вот так потихоньку-потихоньку они меня за три дня там расходили, да, братья, вот это прям чудо, я считаю, было такое. И вот у меня спина варит, и я так сзади руки сделал, вот так, вот так вот, не знаю, стоять-то там все стоят, вот так один к другому. Кланяться, то вот так креститься могли. Вот так вот. И он меня сзади по рукам раз ударил, и я такой, я такой думаю, что это было? У меня розовота вся прошла, а потом уже, потом я уже поближе к стенке стал становиться, чтобы сзади никто мне по рукам не бил. И тут уже это, опять, и у меня в следующий раз опять запели честнейшую хирургу, у меня опять, и опять я думаю, о-о-о, так это не просто так. И у меня вот несколько раз на честнейшую хирургу вот так вот все было розовое, такая лампочка, вот так вот смотрю, лампочка как вот растворена такая, от нее такое все розовенькое такое, и так хорошо на душе. И я потом думаю, ну, пора теперь идти мне на исповедь батюшки, я готовый уже теперь. Пошел на исповедь батюшки, и батюшка мне сразу задает вопрос. Я говорю, нет, уже там не было. Смотрю один, я захожу, а он на кухне принимал исповедь. Туда заходишь, там свечечка такая горит, он где-то там, тень только такая вижу. Ничего не видно. Я спривык, что священники здесь, и ты, какого-то, в кузово перелись, в башкой, вот тут. А здесь так это все не так как-то. И он, ну что, давай, вставай на колени, я на колени встал, да, вот такая половичок, встал на колени, давай, что ты хотел, я. Вот, ребенка не могу воспитать во Христе, а где ребенок? Да там далеко, а что, да, развелся вот с женой, там она его забрала. Так, 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 а сейчас ты с кем живешь? Да, живу, конечно, жена есть. Расписанный? Расписанный, да. А венчанный? Нет, не венчанный. Так это, мил человек, ты в блуде живешь. И вот, каком бухом по мошке, как дал. Я подпрыгнул такой, сюда сказать ничего не могу. Ну я все, пойду, ну иди. Я пошел такой, к телефону Марине звоню, там, тогда еще телеговорные пункты были. Дождался Марина, говорю, мы с тобой блудники, мы с тобой в блуде живем, оказывается. Она там как зарыдала, что это, не я, ты попал в секту? Что же это такое? Я говорю, все, мы с тобой не будем, мужем, как-то венчаться, говорю, надо. Больше никак. Ну ладно, такой, да, душина вроде какая-то есть. Очень было сложно. Надежда. Очень сложно. Ну еще тут, когда она приехала, она на Коломи была, я здесь, она еще прилетела, мне поддала жару. Жару, я нет, я морозоустойчивый, все. И у нас на 17 сентября батюшка благословил венчание. И у батюшки, батюшки мысли, оказывается, потом говорил были, венчать или нет. То есть мы как бы уже в браках состояли, венчать нас или не венчать. И вот Господь за то, что, видать, я сразу покаялся в этом, и жене сказал, и она тоже это потом приняла. Ну не так легко, как я, ей нужно было время там какое-то, но приняла тоже. И, видать, за это нам он дал то, что мы крестились 7 июля. Тебе же брат сказал. Ну, мне этот брат, как это сам, по-барабану чем-то говорит. Главное, что я знаю, что было. Надо всех там уже езжал бросать и к первому идти. Ну это рехнуться можно, просто башкой, и все, больше ничего не могу сказать. Рихтанутый по полной преграфами, чем он? Горатый, найти его. Подрихтованный парень. Спасибо. Да, да, да. Я пришла к тебе, твоя первая жена, все. Ну вот так, как Господь меня застал, как изумление все, которые были, когда я еще до оглашения, я еще не оглашенным не был, когда я не понимал. Это потом, я уже на следующем занятии было, когда Игнатимович сказал там про оглашенных и так далее. Как оглашенные, я подошел, а кто? Да вот, говорит, хотя бы вот Севастьян. Мимо Севастьяна пробегает, я его хопана, он от меня, нет, нет, я не могу, убежал, я его в остановке догнал. Говорю, Севастьян, будешь у меня оглашенным? Я не могу. А что такое? Куда ты уезжаешь? Я говорю, в тайге работаю, как ты не можешь? Я говорю, буду письменно тебе записывать, кто я такой. А он, оказывается, молодой совсем был тогда, еще в институте учился, а я-то уже древний. Видно же по мне, что я старше его на десяток лет. Ну вот так вот, понравилось своей скромностью, понравилось все. Он так ко мне ни разу и не приехал, должен был приехать, посетить меня, так и не приехал, не решился. Тетя Алла сейчас, которая болеет сильно, она была у меня постоянно. Мы с ней очень дружны, я сначала к ней попал, она у меня первая была моя. Она должна быть поручительницей. Как она о Христе рассказывала, так трогательно. Потом Анатолий Кузьмич пришел, тоже, как ему в Яком Баптист, такой проповедник, мощно о Христе рассказывает. Отлично рассказали. Един момент, только вы, Баптист, вот это сектантство, я не... Что? Сектантство у него в глаза, я думаю, ее, что это я... Я потом понял, что оказывается, с ней надо поаккуратнее в этом плане. Вы сами сектанты, а, ну да, я забыл совсем, точно. Игорь, не стакну. Ну да, я такой остался, немножко. Я это сказал, правда, истинно. Ну да, а вот такой, я думал, ты к нам пойдешь. А, тетя Алла, молодец, хорошо, ты сказал, так редко кто говорит, да? Так, это же сектант, ну конечно сектант. Она сама баптистская, я-то ничего еще не знаю, это рублю правду матку. У них же в доме. Кошмар. Они-то совсем по-другому себе относятся. Тетя Алла очень-очень ревностна в этом плане. Она ревностная христианка. Она знает баптистов, она понимает. Знает, где они намного чище нас. Но она ничего не может сделать с рукоположением. Даже иконы, хотя иконы хулить-то нельзя. У них есть некоторые, которые относятся к иконам, тем более сейчас. У них везде картинки висят. Картинки, Христос там и так далее. Чем не икона-то? У них прям там целое есть полотнище. Там внутри, вот я был у них. Крест поставили. Вот за это время, пока я здесь на куполе. То есть что-то меняется. Вот у нас тут только... Я отвечаю, что по священникам и все. Рукоположение, да? Вполне. Вполне. Вот по Евангелию они все принимают очень хорошо. Поразительно. Единственное, что у них с Богородицей, с Девой Марией не все понятно. Они как-то так относятся к матери. Я говорю, и вы что так к матери будете относиться? Я разговаривал с юношей. Я говорю, ты как к матери относишься? А почему Христос должен по-другому относиться? Ну там же написано. А что там написано? Ну вот, жено, что мне и тебе... Я говорю, и как вы это переводите? Что мне и тебе? Что-то такого невероятного написано. Он не обращается, что я ничего не сделаю. Дальше он делает. Притворяет воду в вино. Притворяет, значит, что? Значит, выполнено. А вот она подошла, сказала... Вот вышел из ума, и она пришла, значит, и ему говорит, выйди там. А вот сказал, вот, матерь моя, и так далее. А он что, он должен и мать тоже научить был? Он просто научил мать, как нужно быть верным Богу. И она поняла все это, кстати. Там не написано, что она упиралась. Она больше ничего не говорила. Она поняла его. Вот в чем дело. Потому что она все складывала, написано, в сердце своем хранила. Это вторая глава от Луки, последний, 57-й какой-то стих. Она сохранила все это в сердце своем. И она сохранила до тех пор, пока первые они не упали перед Христом и не коснулись Его. И там написано, среди них и Мария, мать Иосифова. Это она и была, Якова. Это была Христая Богородица. И после этого она уже, ее не видно нигде. Только потом в горнице уже. Когда Дух Святой пришел, 120 человек было. Деялесты апостолов, первая глава. И тогда она там была уже, вместе со всеми. И что, теперь мы будем говорить о Христой Богородице, больше нам ничего не известно. Где, что плохого тут такого, я не пойму. Чтобы так относиться. А вот вы ее почитаете. Вы не почитаете ее так, как почитают православные. Там, царица неба, там и так далее. Почитайте, дайте ей место свое, святой, женщине. Что-то непонятно. Но они крестное знамение тоже не совершают. Ну, крестное знамение, это такое дело, что можно его не совершать. О нем ничего не написано. Слове Божьем. Об иконах написано. Иконы правильно через Слово Божие показать. Это легко показывается. Иконы были. Они иконы святых не признают. Вот чем дело. То есть, тех, которые прославлены. Патриархов, пророков и так далее. Святых, которые были. Апостолов. Как не показать? Ясно, что уже это. Если есть. А у них нет этого. Они не приняли, что когда-то Лука нарисовал. Но там главное, чтобы они не хулили эти иконы. Вот чем дело. Главное, чтобы не хулили. Пускай там у тебя и такой иконы не будет. Ты только не хули. У них картинки-то есть другие. Но и уже хорошо. То есть, уже они не будут так хулили. Ну, немного надо. Немного. Баптистам очень немного. Вот дальше там идут. Там уже тяжело. Допустим, когда Дух Святой. Дух приди, Дух приди. Они считают, что надо говорить языками. Тут вообще уже кошмар их не переубедить. С католиками сложновато очень. Потому что и Филек. И главное, Папа признается как не просто святой. А как наместник Бога на земле. Вот что это дело. Непогрешимость, да? Да, непогрешимость Папы. 1866 год. Вот это гула непогрешимости Папы. Это кошмар какой-то. Как их победить? Адвентисты седьмого дня. Это не признают преисподней. Ада не признают. То есть, сатана, какая-то злобная сила и все. Тоже очень сложно. Ну все, а дальше там никого как бы и нету. Дальше них. Ну а там дальше эти... Мормоны мы их не считаем вообще за христиан. Так называемые свидетели от имени Иеговы. Тоже мы их не признаем за христианами. Христиане. Ну а вот баптисты самые близкие нам. Близки нам. Ну конечно старобрячество тоже это. Ну это православное. Только те, которые не признают Слово Божие. Почему самим не перевести на русский язык, скажи мне? Ну сами бы перевели на русский язык, да? Ну да. И все. Все дело в шляпе, как говорится. Нет, сами не переводят. И наш... То, что перевели наши мужи, православные. Ну новообрядцы, как они сейчас говорят. Они не признают за перевод нормальный. Что-то пытаются там уловить. А что там улавливают-то, когда Господь о спасении все сказал? Читайте, прочитайте его на русском языке и посмотрите. Что там такого есть невероятного, что... По бласкам человеку хоть одна там есть. По полной программе все. Посты, руководство. Если и дано было ему вести войну со святыми и победить их. То есть победить и умертвить верующих. Сатане. В лице Антихриста дано было вести с ними войну. Война духовная, конечно. Со стороны верующих. И победить их. Почему? Потому что нам нельзя руками воевать, защищать себя. Мы можем только разумом и словом. Ну и молитвой ко Господу. Ну не считая того, что там написано, что тем, кто будет противиться этим двум пророкам, на них будет сходить там огонь. От Бога именно. От Бога будет. Ну да, это от Бога будет. Кто им будет противиться. И уст их будет исходить, как огонь. И будут гибнуть, если они не веруют. Но это надо было так Господу показать, что это не просто пришли пророки, а новозаветные пророки пришли. Новозаветные пророки. Или евангельские ветхозаветные пророки. Евангельские. Да, потому что они будут говорить о Христе. Вот что дело-то весь. А не Енох Христа как бы не знал. И тем более Илья. Он вообще знаком Иудеям. Если Еноха вообще никто не знал, он был до потопа. То Илью-то после потопа уж точно знали. Можно дополнить. Я сейчас вспомнил, как Господь в Евангелии, когда был еще на земле ходил, он говорит, что пока не увидят чудо именно, не поверят. То есть, за ним кто ходил, что он накормил там пять тысяч. И вот это апостол Павел подтверждает, что иудеи требуют чудес. И вот здесь точно так же. То есть, Господь будет через чудеса показывать, через этих даже пророков. Что вот оно, они объяснили и говорят, чтобы они как бы задумались, осознали. Ну, наверное, это одно из последних чудес будет. Да, одно из последних чудес. Потом дальше там будет в Сатана творить чудеса, через Антихриста и через зверя. Через его, как бы, пророка, через его, как бы, пророка будут творить чудеса. А так, вот, да, последнее чудо будет такое великое. Ну, они там еще воскреснут, он же написал. Восхищены будут перед всеми. И взяты будут в голову перед всеми. Да, они изумятся все, конечно. Ну, спиратов будут радоваться. Подарки посылай. А вот он раз, пророки восстают. И нам при всем этом нельзя не хулить, не проклинать. Любим. Иудеев, да. Нужно относиться так, как Господь, так, как апостол относился. Павел. Готов был жизнь свою отдать. Даже не просто жизнь, а свою вечность отдать ради них. Родных, мне говорят, по плоти иудеев. Но этого не надо было делать, потому что Господь и так о них нечто лучшее произнес. Что остаток Израиля спасется. Так, ну, вопросы есть? Вопросов нет. Там возлюби Бога и возлюби ближнего своего. Да, возлюби ближнего своего, ибо в нем, да? Как само себе. Павел или кто? Ну, возлюби ближнего своего, как само себя. Да, о чем? Я о том, что делал он это, сказал-то, что... Весь закон заключается в одном слое. А, в одном слое заключается? Ага. Весь закон в одном слое. То есть он вот этот хочет подразуметь вместо писания. Апостол Павел, это он кому? Это я прочитал. У меня поисковика нету. А, посмотри. У тебя поисковик-то есть? Ладно, я нацелить трассу ставлю. Я запишу вот это. Кому он это говорит? Да, да. Послание. Послание? Ну, послание, конечно, не еще. Естественно, там не посланий нету. Это все письма верующим людям. Ладно, я запишу на свой трасс. А у тебя есть поисковик? Посмотри, да и все. Дело в том, что мы сейчас будем гадать. Слышь, я правильно это скорректировать могу? Да сейчас. Вот так, а вот так все. Вопрос. Возлюби ближнего своего. И все. И там послание, это, оно в одном слове, кремлянам, наверное. Возлюби ближнего своего. Его, как самого себя. Галатам 5-4. Ладно, 5-4. 14. 5-14. 5-14. 5-14. Ибо весь закон в одном слове заключается. «Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истремлены друг к другу». Ну, в общем, вопрос в том теперь стоит. Если для тебя это первично, возлюбить ближнего своего, как самого себя, то ты теперь слово «любовь» должен правильно рассмотреть. А любовь – это исполнение закона. Исполнение закона, да. Так и братья. То есть, не каждый ближний? Ближний. Все ближние, каждый, все, кто рядом с тобой появляются, ближние. Вот, по идее, мы когда молимся, у тех, кто не принял слово Господне. Ну, это начало молитвы. Сначала молишься о тех, кто не принял. Потом о церкви молишься. Потом о валящих молишься. Потом о тех, кто покинул церковь или не пришел еще. То есть, в других учениях, пропадающих там, во всяких разных. И потом там уже, может, добавить кого-то от себя там, кто тебя сильно, очень трогает, близкий. Там люди. И поэтому, по идее, мы должны всех перечислять, с кем встретились. Брат. Побеседовали. Притча о Самарянине. Ну, да. Там прямо Господь говорит. А кто ближний твой? Да. А, ну да. И? И кто ближний? Кто ближний? И они такие, они сразу такие отвечают, оказавшему милость. Оказавшему милость? А он-то как отвечает? И ты поступай так же. Он не говорит про ближнего ничего. Он говорит, и ты поступай так же, да? Я правильно с тебя? Ну да, там есть такие слова. Я тоже про этого ближнего все читала. А он им отвечает. Он же не прямо ему говорит. Вот этот ближний. Он же задал вопрос, кто ближний-то именно? Кто ближним оказался? Он говорит, ты вернуешься, и ты поступай так же. Сделавшему добру этому семьянию, он и есть ближний оказался. То есть получается, что, а кто, он спрашивает, кто ближний мне, а Господь ему говорит, что ты будешь ближний ему, если ты будешь поступать так же. Да, 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 будешь делать добро. Сложно понять. А так Галатам, апостол Павел говорит, что надо добро делать всем, я своими словами, а наипачи своим поверим. Там наипачи, наипачи своим поверим. То есть надо делать всем добро, но не пачи, то есть более верующим. Потому что есть же и отступники, или так? Нет, но имеется в виду, что вот у тебя страждущий твой брат, да, и вот там еще неверующий. Потому что в первую очередь ты брату должен помочь, а потом этому и так. Ну, как бы, может и так, а может и... Просто там сказано, скажу более, более. Да, ты ему не помогаешь, а потом, да. То есть слово наипачи может подразумеваться, что ты ему как бы больше добро делать, нежели другим. Но другим ты должен делать. По совести, наверное, по этому. Ну, а этому я не делаю, да, я там... Там же, там же, сестра, там же надо смотреть по рассудительности, вот как говорится, да, добродетель, покажи рассудительность. Апостол Павел говорит, ой, Петр, вернее. То есть ты должен посмотреть, если вот, например, неверующий, ему нужна помощь именно сейчас вот. Ты, конечно, ты должен в первую очередь ему помочь, а потом уже... Какая помощь, да? Да, смотря, какая помощь. Вот понятно, я говорю, рассудительность. Если ему ты денег дашь, он придет, напьет. Да, рассудительность должна быть. Просто этот может погибать, а брат может подождать чуть-чуть. Конечно, поможешь ему погибающему, да? Он погибает от свобода. Не, 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 не. Я не говорю, что-то... Не, это сразу видно, но есть под совесть. Не, ну это, ну да, ты там... А по небу добротехной души... Не, ну там же это, там же сразу сказано, что этот, который шел в Иерихон, написано из... С возвышенного ума шел в Кагрихан. То есть из города мира шел в город проклятия, Иерихон. Город проклятия. То есть человек грешник, явно, все. Во грехах. И вот эти раны его, то, что разбойники побили, это бесы, как бы, они его оставили раздетым, так далее, разутым. Отчего? Добродетели нет у него, все. Бесчестный человек, будем говорить. Нечестивый лежал. И, конечно, священник мимо прошел, даже не заметил. Понятно, ему нельзя скверняться там. А вдруг труп? А левит прошел, тот уже более такой любознательный. Почему? Он там крутится между простыми, там это жертвы приносит, а он прибегает к простым людям из других родов, не левитого, не левейного. И берет там жертвы у них, так далее, разговаривает. То есть понятно, да? И он поинтересовался, кто такой, может, свой. Все-таки подошел. Ясно. Ничего там нет. Он, может, еще видал, что священник мимо прошел, такой подумал. Сейчас подойдут к нему, тот скажет, что, чересчур добродетельный, что ли? Тварь всякую тут падали, тут рассматриваешь. Не адвокатство. Да, не адвокатство. И вдруг самарянин, некто самарянин. То есть совсем не такой, как этот священник и левит. Хотя, если подумать, то почему именно священник и левит вопрос задать? Они же из одного левейного колена. Только один священник из рода Аронова, он мог быть первым священником и приносил жертвы прямо на алтаре. Это считалось, понятно, как и сейчас, избранничеством. И другой никто не может. Да, почему, допустим, не кто-то просто из левейного колена и один из другого какого-нибудь колена, допустим, Иудина? Нет, именно избраны самые высокого духовного полета израильтяне. А здесь просто самарянин. А самарянин это вообще полуязычник для них. Он верует в Бога, но он из язычных стран. Он еще там иногда и к другим башкам прибегает. Как они думали. Не все же такие были. А были и такие тоже. Почему они так ненавидели самаряна? А нашего Бога берут, берут Тору, тоже, пятикнижья. Там ее исследуют вроде, как бы тоже пытаются найти Бога. Но они не могут, это же просто самаряне. Это бесы, можно сказать, воплотить. Вот так они ненавидели их. И вдруг он оказывается милосердным, подошел, а это израильтянин был. Израильтянин это не был самарянин, не язычник. А был израильтянин, который изранен. И он нашел, говорит, на него, посмотрел, омыл, раны перевязал. Начал с ним работать, трудиться, переворачивать. Написано, вино и элей возлил. Вино, когда льешь вино сначала, оно дезинфицирует, рана горит. А потом маслица легко становится. Тут перевинтовал все. Масло элей, оно очень хорошо полезно. Перевинтовал, раны перестали гореть. Все, он же легче. Потом привез в гостиничнику. Гостиничнику привез. И отдал за него два динария. Говоря, вдруг, если бы ты сдержишь, что я на обратном пути вернусь и тебе отдам все. Полечи его, гостиничник. Он по себе, во-первых, добрую память оставил, какую. Потом спас человека. Оставил хорошим очень человеку. Гостиничник говорит, это церковь. И кто такой этот саморянин? Это проповедник. Это проповедник, который встретил совершенно никчемного человека, которого ни священник, ни диакон не восприняли как человека нормального. И поэтому у нас, когда мы идем благовествуем и видим бомжей, мы им, если они согласятся, даем слово Божие бомжам. Там смотреть не на что. Это хуже, чем израненный. На израненного хоть с какой-то надеждой посмотришь. А это весь вот такой взорванный, вонючий. Весь черный такой. Видно, что он человек. Он с тобой разговаривает. Он не разговаривает заискивающий как-нибудь. Он раб какой-то. Нет, он на своем месте, нормально все. Все хорошо у него. Он еще чуть на кочеге. Он считает, что он должен завидовать. А Господь-то сколько раз их обличал иудеев-то? Привел-то сколько раз примеров, когда его чуть-чуть с горит и не сбросили? Он же тоже язычников привел пример. Почему там Илья Пророк именно туда обратился? Советский. И поэтому понятно, что если мы так рассмотрим, то этот человек полностью был грешник. То есть тут даже, да любой человек проходит грешник. Вот прошел мимо наш человек и как-то получилось так, что ты с ним, жизнь вас перекрестнула. Вместе постояли немного, посидели где-то вместе. Ты вполне можешь к нему обратиться. И ты будешь тем самарянином, который нашел на израненного человека грехами. Который ничего не знает, не видит. Весь побитый бесами. Бесы хохочут вокруг сейчас. Вспоминают эту притчу. Но ты-то не сможешь. И ты вдруг обратился к нему. Ты выполнил, ты стал сыном Божьим. Теперь надо привезти к гостиничнику. Бывает и такое, когда человек обращается, ты ему даешь Слово Божие. Вот достал Слово Божие. Почему Игорь Анатин говорит, ходите всегда, чтобы там у всех Евангелия были там. В машине ездить, чтобы у тебя там лишние были эти визитки. Все, чтобы можно было дать человеку. Вооруженный. Да, вооруженный, чтобы был. Ну, вооруженный. Вооруженный? Он, Валерия, тоже вооруженный. Вечно у него там в суммаре напихано. У меня три сумки порвалось. Он доносил эти все три сумки за мной. Тоже перерывал. Перерывал все уже. Потому что бывают моменты, когда необходимо. А у нас есть. Десять гражданных, любого закрылись. Сейчас у нас сила мощная. Можно летом на площади свободы стоять. Беседовать с людьми. Так, получается, поставь. Мы сейчас перевелись. Семь. То есть, два динария, что-то что? Новый и Ветхий Новый Завет. А, гостиничный, церковь. 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 Надо привести его к церкви. А в церкви, по идее, Новый и Ветхий Завет. А вот тут теперь-то сложность. Ты в церковь-то его приведешь, человека. И мы приводим туда, в церковь. Идите в церковь. Не к нам же. Представь к нам, если взвались. Чтобы церковь ему помогла. И чтобы церковь помогла. Понимаешь? Там же священники. А священник-то мимо прошел с деконом. Вот в чем дело. И они так мимо и идут. Этого человека. Занятия нету их. А ты еще скажешь ему, приди там, занятия и так далее. А он придет еще, да скажет занятия. А другой священник возьмет и скажет. Какое тебе занятие? Какое занятие? Ходи, причащайся, поедуйся. И все. И скажет же. Не через одного, так через второго он узнает об этом. А потом он скажет. А у меня вот люди там сказали, дали такую книжечку. Сказали, что тут заключено все. А кто такие? Это не православные были. А у него красненькое. Посмотрят. Ох ты, сектанты как маскируются. Гляди, наши православные тебе поцеловек. Это сектанты. Ты увидишь их теперь. Гони, гадов. И все, ты смотришь, человек. Нам все про вас правду рассказали. Кто вы такие? Вы сектанты. Я даже стою в облачении. С камневапки. С куфье в этой. И то у меня. Ты замаскировался здесь под православным настоящим. А потом думаю, зачем я им балахон надкарил на себя вот это. Спрашиваешься. Стоял бы спокойно. А он такой жаркий. Там солнце светит. Из синтетики сделанной. Я стою в маечке в одной. С меня кичок прямо по носкам. И в этой еще шапочке стою. Так простоял. Зимой холодно. Вот как в этой. В шинелке советского образца. Зимой холод собачий. А летом жара невозможная, как в пустыне. Я уж попросил батюшки. Батюшка, говорю, а можно мне не черную, а какого-то другого цвета посветлее. Ну не могу потею прям как. Говорит, ну надо поспать. И тут как раз приезжает епископ. Я говорю, владыка, благословите мне. Благословили мне вот эту скуфью. Благословите мне вот это одеяние посветлее немножко. А то вот потею там, хожу по улице, благословите. Он такой засмеялся сквозь усы такие. У него лустища. Такой улыбка-то я лучезарная у епископа хорошая. И такой, благословляю, ладно, давай. Делай себе там. Только, говорит, сильно белую-то не делай, то заиспачкаешь. Я говорю, да нет, какая белая. Ну и такую взял. Серая. Серая, да. Серая, да? Да нет, тоже. Ну, выклещёлый, белый. Тоже из какой-то синтетики. Это тоже жарковатое. Ну, всё-таки не так. А чёрная прям стоит, она прям прилипает. Ва-а-а. Иной раз прям. Жарче, ваду жарче. Ну да, я повторяю себе, ваду жарче, ваду жарче. И набросывают в шубу ещё. Как мусульмане эти, казахи. И по паху. Как Магометов этот. Да, ещё и горячий чай себе. В валенках. Вот, я тогда увидел в казахов. Ну, поехали. Говорит, тут температура 60 градусов, а тут 37. То есть горячий чай. И вот даже, я даже не вообще... Более, там даже появились люди свои. Свои, как эти, как, ну, как они, как подписчики. Да, один приходил долго ко мне. Потом раз долго не было, там я что-нибудь заболел или чего. Что-то у вас долго не было, так там, так далее. Вот такие вопросы. Я говорю, вопросы накопились. Он вопросы духовные, главное, задаёт. Я говорю, ты хоть записывай что-то? Да нет, я запомню. Ходил всё, не курил. Я говорю, у тебя какой-то грех. Ты приходи на занятия-то. Нет, не могу. Не могу, не могу, никак не могу. Чё, не могу, непонятно. Люди такие странные. Приходил один семинарист, здоровый такой семинарист. Метр девяносто, ростом. Пришёл такой грустный. Я говорю, чё ты такой грустный не выспался что-то? Мешки какие-то. Да, говорю, всю ночь выкапывали антония. Кого, говорю, выкапывали? Ну, этого, епископа антония нашёл, выкапывали. Откуда выкапывали? Ну, в епархии, говорит. Он там закопан. Максим приказал выкапывать его. И что, выкапали? Выкапали. Господи помилуй А что у него заняться нечем больше Семиналисты Даже не побритый такой А у них нельзя он мне рассказывать Я говорю, что О, пришел там, как говорит, ладно, давай стучать Как так, не бритый, не ухоженный А ну-ка быстро всем Бокерем, брыться И мы, говорит, броемся Все Что это такое Как это Епископ Пацанов Молодых Которым нужно рассказывать о Христе Которым вообще не до этого нужно Должно быть Броются, все И девчонки там табунком, табунком Они поют друг против друга Тут стоит женский квир, а здесь мужской По хрустку в соборе И они там У них там своя ряда, шаховая И они там Между собой Раз покажет И эти девчонки все Как вспыхнут Раз туда Посмотрят А этот Парня Они там между собой Пальчиком Все на это смотришь и думаешь Где церковный хор взнесен под купола Где я Кому все это нужно Все на двое Все в рост Все пополам Наполовину понято пропета И плачут И тают свечи И в душе тоска Не вижу Никакого света Я так давно от этого устал Игнатий Помните это нет? Это Виктор поет даже Савченко Виктор поет Сейчас Брат Возьми меня Принеси пожалуйста У меня спина не волнует А едой выходит и говорит Во как пирли Это стихотворение Прямо тут Во как пирли А что пирли А не знаю о чем Да Зато пирли как А где он Голос то какой Виктор Он невероятный Просто Черт это увидит Ой Такой одежды Там батюшка Двенадцать раз переодевался Да 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 Я тоже это знаю Больше ничего не увидел А что переодевался Везал в туке Ну и что Ну и переодевался И не переодевался Какая разница Когда тут не в этом все дело Так это восьмидесятый год Игнать Тихоныча Младенец родился Да восьмидесятом году он написал Я родилась Ты родилась плохо да? Нет Уже идем Младенец родился Это в восьмидесятых годах Вот Двадцатый век называется С восемьдесят третий по восемьдесят пятый год Вот это вот Двадцатый век Здесь тот же ща и кража С рычных огарков и монеты звон С сознанием победы репортажи К епископу доносит телефон И идет талерам праздничная служба Безбожный хор взнесен под купола Что здесь о чем? Что здесь о чем? Кому все это нужно? Все надвое, все врость, все пополам На половину понято пропета И плачут души свечи и тоска Довящий мрак нет воздуха и света Я так давно от этого пустал Разверзли с неба благостной уманной Прорвись вода из лопнувшей скалы И выйдет проповедник из тумана Пророк восстанет из церковной глы И выйдет проповедник из тумана Пророк восстанет из церковной глы Жрительный бы влаги родниковой И спит из живоносного ручья Но тот источник в золото закопан Славы они засугучена печать Сразу представляете, Евангелие выносит из лотаря Позорный плен молчанницы великой Что православной церковью зовется Давно забыт трюф победных кликов К свечам, к иконам, прихожане нажмется Лепечущие звуки непонятны Уходит время, как вода в песок Я был, я отстоял, бока намяты А настоятель в Митре Адьяком как высок Из года в год ни введения, ни страха Ни продвижения по узкому пути Не видим ни трагедии, ни краха Как дальше жить, как к Господу прийти? Как дальше жить, как к Господу прийти? Вот в немногих словах столько много всего Сколько горечи представляю Это он стоял, молился И душа плакала И гляди Господь, говорит Положи себя Чтобы поток другие прочитали Что должно твориться в душе человека Который в нашей церкви находится? Да Церковь, свобода, тюрьма И ничего нету Все, что, что Это